Приветствую всех на канале Волкварт Геймс, это военные игры с волком. Сегодня продолжаем заниматься по курсу огневой подготовки и переходим к следующему большому разделу, это стрельба из автомата. Сегодня будем стрелять первое упражнение, но это вводное. В общем, новички все начинают с него, поскольку оно самое простое и не требует каких-то там особо от человека навыков. Просто человек учится стрелять из автомата. Так, сегодня у нас, поскольку 9 направлений, поэтому теперь у нас не 12 бойцов будет, а команду составить 9 человек под руководством одного командира. Значит, ну давайте сразу посмотрим, из чего будем стрелять. Винтовка М16, АС ВАЛ, Л-86. Так, дальше что у нас? ФН ФАЛ. Хеклер Кох Г3, Штейр АУК, АК-74, АКМ, АКМ калибр 7,62 мм. И будет финский автомат ВАЛМЭТ. Ну, в принципе, тоже ноги его растут, опять-таки, из Калашникова. Так, ну давайте сейчас мы сначала выведем людей на огневые позиции наши. Поскольку расстояние у нас увеличивается до 100 метров, то нам на том стрельбище, с которым мы начинали стрельбы из пистолета, пистолет-пулемета, то есть вот оно сейчас передо мной, там нам становится тесно. Там не хватает длины, там что-то около 80, по-моему, метров максимально. Нам нужно 100. Вот сейчас у нас как раз выставлена дистанция до мишени 100 метров. Мишени у нас все те же самые, других у нас, к сожалению, нет. Немножко тут, конечно, создатели игры не очень хорошо сделали. Дело в том, что это стрельбище, да, специализированное. Ну и на стрельбище, как вы понимаете, на мишенном поле не могут произрастать деревья. И, кроме того, еще быть в такие возвышенности, которые закрывают мишени. Поэтому мне пришлось поставить вот эти вот бетонные пьедесталы, на которые я выставил мишени, иначе их просто этот бугор скрывает и стрелок не видит. Тем более стреляем мы сегодня лежа. Вот, поэтому, чтобы можно было наблюдать мишени и стрелять по ним, пришлось поступить вот таким вот образом. Так, ну давайте сейчас выводим бойцов на позиции. Так, передаем мы эстафету нашему командиру. Так, ну давайте выдвигаемся. Сейчас будем уставлять бойцов. Так, у нас девять человек. Девятый. Девятый. Сюда. Движение на запад. Восьмой сюда. Восьмой. Движение на северо-запад. Даже, наверное, вот сюда лучше. Седьмой. Движение на северо-запад. Девятый. Жду распоряжения. Шестой. Движение на северо-запад. Пятый. Движение на северо-запад. Седьмой. Готов. Четвертый. Движение на север. Третий. Движение на север. Шестой. Жду распоряжений. Второй. Движение на север. Командир здесь. Четвертый. Готов. Ясно. Третий. Жду распоряжений. Давай, добегаем, добегаем, добегаем. Второй. Готов. Молодцы. Так, ну давайте сейчас нам посмотрим, что нам предстоит, собственно говоря, делать Сейчас нам инструктор будет это показывать И дальше повторим все по очереди Значит, первое упражнение Давайте, как оно у нас Да, мы стреляем по курсу стрельб МВД То есть не армейский, а принятый в МВД Российской Федерации Ну сейчас он немного изменен, но я думаю не настолько критично, чтобы поменялось все Значит так, первое упражнение называется у нас Стрельба с места по неподвижной цели днем Цель, ну какая должна быть Грудная фигура с кругами, мишень номер 4 Так, где-то потише, блин Звенит почему-то, зараза Приглушить О, здесь получше Так, грудная фигура с кругами, мишень номер 4 На щите 0,75 на 0,75 метра Установленная на уровне поверхности земли Без просвета и неподвижная Расстояние до цели 100 метров Ну вот у нас как раз 100 метров сейчас При этом, если стреляется из АКСУ-74У Или 9А91, автомат такой малогабаритный То 50 метров Вот именно поэтому Я АКСУ отстреливал вместе с пистолет-пулеметами Потому что он На автоматной дальности просто Ни себя не проявит никаким образом Так, количество патронов на упражнение дается 3 штуки Ну стрелять будем по 2 раза То есть первая серия будет пробная И вторая зачетная То есть все, каждый произведет по 6 выстрелов Время на стрельбу не ограничено Положение для стрельбы лежа с упора Ну упор здесь автоматически как бы выставляется Когда мы лежим вроде бы Вот, поэтому с этим проблем не должно быть никаких Вид огня одиночный При этом сразу скажу, что винтовка АУК Я точно просто не знаю Но здесь она не имеет переводчика огня Ведет огонь только чередями Поэтому с ней возможно проблемы Оценка выставляется Отлично выбить 25 очков Хорошо выбить 20 очков Удовлетворительно выбить 15 очков Но поскольку у нас нету никаких тут кругов на мишенях Поэтому будем ориентироваться по кучности попаданий И приблизительно целиться в середину груди мишени Порядок выполнения упражнений По команде руководителя стрельб Обучаемый принимает положение для стрельбы По команде заряжай Заряжает оружие Докладывает о готовности к стрельбе Проверив готовность обучаемого к стрельбе Руководитель подает команду одиночным огонь Обучаемый снимает оружие с предохранителя Устанавливает необходимый режим огня Досылает патрон в патронник Производит 3 прицельных выстрела по цели Так, ну давайте покажем Так, ну-ка, посторонись, дружище Значит, выходим Положение для стрельбы лежа занимаем То есть ложимся Так Ну ты тут мешаешь немножко Так, теперь, после этого Ну вот, легли, да? После этого мы заряжаем Так, ну по команде, естественно Докладываем о готовности к стрельбе К стрельбе готов Так, ну, проверив готовность обучаемому к стрельбе Ну это уж совсем как бы для новичков все это сделано Руководитель подает команду одиночным огонь Снимаем с предохранителя Ну здесь это у нас невозможно Устанавливаем необходимый режим огня Это возможно, но у нас всех одиночный стоит Досылаем патрон в патронник И проводим, производим 3 прицельных выстрела по цели Так, сейчас мы это делаем Таким вот образом Просто в сторону мишени Ну в общем, 3 выстрела производим И дальше смотрим на результат стрельбы Бегать мы туда не будем Поскольку на 50 метров все можно сбегать На 100 метров здесь далековато будет бегать Поэтому Сейчас мы поднимемся на вышку И будем с помощью бинокля Отслеживать попадание Там единственное, с вышки 2 мишени будут закрыты Вот, поэтому придется их Визуально проконтролировать самому стрелку Так, ну а так в принципе все Так, все Всем все понятно Давайте сейчас на вышку поднимемся Так, возьмем бинокль Так, ну вот Так, первая, вторая, третья видны хорошо Вот четвертая Четвертую дерево заслоняет Так, и пятая Пятая видна Пятая видна Шестая видна Седьмая видна Да, и восьмую тоже заслоняет у нас дерево Листва Девятая видна Давайте сейчас попробуем Так Все, всем все понятно Ну давайте Начинаем Так Командуйте своим людям Так Начинаем с первого бойца Стрелять будем из Винтовки автоматической Валметр К-62 Финский вариант Калашникова Вот он так выглядит у нас Вот так вот он выглядит визуально Все, готов Выходим на исходное Принимаем положение для стрельбы Так, сейчас Дело в том, что трава еще мешать будет Поэтому тут нужно немножко В двух местах будет покататься Чтобы приметь траву Все Вот, теперь Задним ходом Отползаем на позицию Вот И упор, как видите Он в верхнем углу В правом Появился Обозначение упора То есть Это у нас тоже соблюдено Так, давайте Заряжаемся Так, есть Все, доложили Что мы готовы к стрельбе Ну и по команде Огонь Одиночными Огонь, да Будем стрелять Стрелять будем Все-таки Вот таким вот образом Иначе Вот Если так смотреть То Ни черта Мы тут вообще не увидим Так, можно отдыхать После каждого выстрела Потому что Время у нас здесь Не учитывается Опять трава поднимается Блин Так, ну-ка Смотрим Что мы там настреляли Опа Не попали вообще Не понял Вообще Дальность там должна Прямого выстрела Выстрелить на всех автоматах По идее Так, мы даже не можем Скорректировать Куда Ну-ка Непорядок это Так, ну-ка Давай второй раз Попробуем Ложись Так, опять траву Надо примять Быстро Быстро она тут Восстанавливается Так, давай Так, давай Пробую еще разок Давайте под полечи Давайте под полечи попробуем Так, ну-ка Не понял Не понял Не понял Непонятно Ну-ка, ну-ка, ну-ка Что за ерунда такая Ну, эти мишени должны регистрировать попадание же Вообще-то Так, ну-ка Еще разок Давай Теперь ниже возьмем Подобрее Здесь под самый Не понял Ну, единственное Сейчас Давайте-ка Ну-ка, сбегай Посмотри на результаты Своей стрельбы Еще тут может быть Такой вариант Сейчас Могут быть просто сами отверстия Очень маленькие Бинокль не видно Попаданий А, вот как раз у нас Этот случай и есть Все понятно То есть в бинокль Попаданий просто не было видно На самом деле Мы стреляли И стреляли довольно точно Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь попаданий Из девяти сделанных выстрелов Так Ну, что это значит Это, наверное, значит Что придется С бинокля Мы не увидим попаданий И придется Инструктору, наверное, выйти Сейчас сюда А, вперед Чтоб перебежки эти не делать Каждый Вал метод стрелялся В общем По крайней мере Так, молодец Отлично Все Свободен Так, ну и что Инструктор Давай выдвигайся Тогда вперед Бинокль отставить Будешь Не случайно Его Одел В белое снаряжение Чтобы По нему Огонь не вели Но Так делать, естественно Нельзя Ни в коем случае То есть На мишенном поле В направлении Мишени Ни в коем случае Никто не должен Находиться В избежание Ну, разумеется Несчастных случаев Так, ну что Давай Сейчас будем смотреть На вторую мишень Так Надеюсь Так, в сторонку отойдем Мало ли Не прилетело Не дай бог Ух так Восьмой номер Восьмой номер У нас Вести огонь Будет Из Нашего родного АКМ Автомат Калашникова Модернизированный То есть Это Развитие Первоначального АК-47 Калибр Семьдесят Два Миллиметра Мощный Патрон Так Ну давайте Сейчас попробуем Почему Тут различия Есть Не в отображении Все Нормально Теперь Так Выходим Давай На исходную Принимаем Положение Лежа Так Вот так В упор Возник Все Есть у нас Упор Перезаряжаемся Потому что Сейчас по идее Не должно быть Примкнутого Рожка С патронами Так Все Дослали Переводчик У нас Но здесь Он не анимирован Кстати Потому что Он сейчас В положении Стоит на автоматический Огонь Нижнее положение Должно быть На Так 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 Нифига себе Я уже забыл Нижнее положение Одиночный По-моему Ну-ка Сейчас посмотрим Не Все Все Правильно Это я Значит Туплю Да Давненько Не брал Калаша В руки Нижнее положение Ну Сделано В том числе Для того Чтобы Боец В ситуации Боя При переводе Переводчик огня Его сразу Как бы Сбрасывает В нижнее положение Если солдат Не очень хорошо Подготовлен То он сразу При наживании На спусковой крючок Расстреляет Весь магазин Ну или большую часть Патронов Останется ни с чем Поэтому Для того чтобы На автоматический Огонь Нужно До упора И потом Вернуть назад Ну то есть Нужно понимать Как это делать Так Что то я конечно Это мой косяк Да Действительно Так все Готов к стрельбе Готов Одиночный огонь Выставлен Давай Одиночными огонь Твоя вот вторая Давай аккуратно Не торопясь Все Молодец Можешь пока отдыхать Ну вот Отлично Даже можно И вверх Чуть забирать Так Я вот не знаю В армии прицелы Настраиваются На дальность Или нет То есть Прицельный план Китом актуальный Не настолько хорошо Я игру знаю Чтобы Такие вещи Ориентироваться Так Давайте Вторая попытка Восьмой номер Ложисти Так Стрельбе готов Но магазин у нас тот же Перезаряжаться Мы не будем Так И сдвигается Как видите То есть При выстреле Нужно При следующем Каждом выстреле Нужно корректировать Прицел Поэтому Частый огонь Без корректировки Прицела На большой дистанции Неэффективен Из автомата Так Ну что Все Отстрелялся Давай-ка Ну все здесь В общем Кучность Так Неплохая В принципе Для Калашникова 5 баллов Все Свободен Так Следующий У нас Так А следующий У нас Боец Будет вести Огонь Из Автомата АК-74 АК-74М Соответственно Калибр У нас 5-45 Ну такой у нас Потертый Жизнен автомат Достаточно Сильно похож На настоящий Так Давай Выходим Ложись Так Давай тоже Вот здесь Надо примять Немножко Траву Все вперед Вот все Примял Все Давай на исходную Заряжай Все Есть Так И И У нас Третий Мишень Третий Мишень Ну Видна Нормально В принципе Давай Огонь Одиночными Так Отставить Оцениваем Результат По третьей Мишени Так И здесь У нас Все Вверх Пошло Так Нужно Прицел Пониже Взять Давай Пробуем Второй Раз Так Это У нас Семерка Давай Ложись Стрельбе Готов Черт Опять Кусты Зачем Они Это На стрельбище Сделали Специальное Стрельбище Для Так Там Все Выше Пошло Да Поэтому Давайте Пониже Возьмем Ай Блин Бочина Ушло Трава Мешает Видите Она Поднимается Опять Так Ну Чуть Ниже В общем Не так Сильно Я думал Вообще В бок Зарядит Ну Кстати Говоря ОКМ Получше Получилось Как видите Все вместе Да Здесь Такой Достаточно Сильный Разброс 4 балла Наверное Где-то Стоит Оценить Это Дело Так Все Отстрелялся Так И передаем Следующему У нас Бойцу Ну Это Самый Сомнительный Образец На самом Деле Штейра Ук Я его Взял Исключительно По одной Причине Из-за Того Что Я Никогда Им Не Пользовался В игре Ни в одной Игре По-моему Поэтому Хочется Посмотреть Как Он Стреляет Вообще Винтовка Такого Футуристичного Вида Несмотря на это Появилась Она очень давно По-моему В годах Восьмидесятых Во многих Там Фильмах Ее презентовали Как такое оружие В каких-то там Фантастических фильмах Типа оружие будущего На самом деле Мне она Визуально Вообще Никогда Не нравилась Поэтому Может По этой Причине Я ее Избегал Даже В тех Игрушках Где Она Мне Попадалась Вот Давайте Сейчас Посмотрим И на ней Нет Почему-то Переводчик Огня Не знаю Как-то Странно Может Косяк Ладно Давай Сейчас На исходную Так Заряжаем Стоп Заряжаем Ну Как Она Заряжается У нас Зарядили Так Четвертая Мишень Ну Как видите У нас Прицелов Нигде Нет А вот Наук Поскольку Она Встроенная Уже Ничего Не денешься Никуда Приходится Стрелять Такого Положения Так Четвертая Мишень Твоя Опа Сразу Два Да По одному Тут Не отсечь Никак А Ну Вот Так Вот Если Кратеньким Кратеньким Нажатием На Кнопочку То Может Получается Так Ну Ка Да Да Это Вот Так Ага Вот Интересно Это Две Из Которые Очереди Вылетели Сюда Вошли Давай Ка Еще разок Ну Отойдем Отойдем Так Давай Попытка Номер Два Опа Есть прицел Что ли Открытый А я не знал Так Четвертая же Ну давайте Сейчас Так Попробуем Блин Но все равно Видите Очередями Уходит Ладно Наверное В следующий раз Просто Ауг Не будем Брать Ну и тут Черт И что В общем Две Сюда Ушло Одно В плечо Пока Это худший Результат Но именно Из-за Того Что Почему Он Не может Вести Огонь Одиночными Ладно Я понял Ауг Больше Не берем Не зря Мне не нравился Так Следующий Следующий У нас Будет вести Огонь Из винтовки Хеклер Кох Г3 Дроп Сг1 На самом деле Очень много Вариантов В игре То есть Одна Штурмовая Винтовка Может быть Представлена Там буквально Очень многих Модификациях Разная Там Длина Но здесь Не очень Хорошо Видно Да Давай На исходную Так Ложись Подставить Заряжай Все Зарядились Так Теперь Мишени Главное Не спутать Так Где у нас Офицер Стоит Вот здесь Да Так Мы же Момент Раз Два Три Четыре Пятая Пятая Мишень На нас По счету Должна быть Так Раз Два Три Четыре Пять Сильно Ее подбрасывает Кстати Интерес Интересно Самому Так Дубль Два Так Не спеши Ну-ка Давайте переходим к следующему Вот так вот будет обозначать Но это естественно ни в коем случае нельзя делать в реальности Просто мы от безысходности здесь так поступаем Так Следующий Следующий боец у нас Что-то опять у нас Какая-то ерунда такая FN Fall В принципе визуально Такой можно сказать родственник В некотором смысле предыдущей винтовки Немецкой По компоновке примерно такая же длинноствольная винтовка Только бельгийского производства Фирмы Fabric National Так ну давай Ложись на исходную Заряжай Боеприпасы на исходе Четвертый Движение в направлении солдат Так Отставить какое там движение Ты че Никаких движений Так Нам стрелили Так вести огонь По этой мишени Одиночной Все готов Огонь Ну и ведет она в принципе достаточно аналогичным образом Ну и такого четкого треугольника не случилось Но в принципе Такой достаточно достойный результат Хотя ближе четверки конечно же Так ну давай еще разок попробуем Давай на исходную Ложись Так Так Ну смотрим Ну вообще кружочек практически получился Отлично Ну Длина ствольной винтовки Длинная прицельная Большая такая Прицельная линия Длинный ствол Поэтому Я думаю с них Достигать хороших результатов В общем то Доступно более менее Любому военнослужащему Так Ну что Давайте следующего Кто у нас следующий Так Следующий у нас будет стрелять Из Я ошибся Да я L86 сказал L86 это пулемет L85 английская винтовка Так Ну она в принципе тоже Достаточно такая Вычурно выглядит Хотя опять таки Должна быть всем Хорошо более менее знакома Ну вот 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 Сейчас ее как раз показывает Тоже старая такая разработка Наверное конца 70-х Начало 80-х Так Ну что Давай Сейчас посмотрим Как она у нас заряжается Заряжай Тоже система Буллпап Магазин Позади рукоятки Все Готовы Так Где там Подожди Вот это наше Да Да Трудновато тут Пониже Еще мишенька Савата здесь стоит Ну давай смотрим Так Да Разлет тут конечно Получился Дай боже Тут даже на тройку Наверное не потянет Ничего Так Ладно Давай вторая Вторая попытка Ложись Упор есть Есть упор Сосредоточься Что то кажется Еще солнце в глаза Так Ну получше да То есть Первый раз Сильно у нас Гулял прицел Ну нормально В общем Зачет нормально Получилось Так И осталось у нас Две Мишени Два направления Так Все Ты свободен Так Предыдущие Тоже отойди Отойди назад Или не автоматически Что ли Выставляются На Исходные места Так Все Давайте Передаем Сейчас Слово Кто это у нас Будет Так А здесь у нас АС Вал Тоже никогда Практически в играх По моему Не пользовался Не помню В сталкере был Вал Или не был Нет В какой-то пользовался В какой я Что-то не очень хорошо Помню Так Ну что Давайте Ну визуально Опять-таки Вал Наверное Представлять Не надо Все его Должны более-менее Знать Единственное Что Часто С прицелами Все-таки А сейчас Мы будем С открытым Прицелом Стрелять Что-то На него Не характерно Сейчас посмотрим Как Вообще На 100 метров Можно Осилить Нет Стрельбу Так На исходную Ложись Заряжай Есть Так Ну и Огонь Отдачи По-моему Тут никакой Нету Особой Так Смотрим Ой-ой-ой Разлет Такой Серьезный Получился Давай Вторая Попытка Ложись Ну-ка Ну в принципе Если собраться То Как видите Можно Нормально Но это Пробники Были Поэтому На зачет В принципе Все Со своей Задачей Справились Более-менее Так И Стреляет У нас Последний Командир Группы Все нормально Все на месте Стоят И командир Группы Стреляет У нас Из М16 А4 Так Ну это Естественно Наследница Той самой Винтовки Времен Вьетнамской Войны Так Где она У нас Вот она Эта Винтовка Не очень Хорошо Она Исполнена Мне так Кажется Стоп Да дружище Ты че Расслабься Все Ну пряжем Че-то Давай Ложись На исходную На командир В принципе Да Нельзя Мазать Так Давай Заряжай Все Готов Тоже Косая Мишень Так Отставить Смотрим Что тут У нас Получилось Ух ты Вот Это Красота Ну а МК Она Точная В принципе За это Ее и хвалят Давай Ка Вторая Попытка Далек Помы Смазал Так Есть Ой Ой Вот это Да Вот это Красота Раз Два Три Ну я думаю Все таки Здесь мишень Пуля в пулю Вошла Но МК Самая точная В общем В итоге Оказалось Даже Перебила Результат Хекерков Г3 Ну вот Все В принципе Вот такие У нас Результаты Ну за исключением АУ Который Мне совсем Не понравилось Надо будет Ее на что-то Заменить Все остальные Все остальные Более чем Себя Проявили Неплохо Ну и В следующий раз Будем стрелять Уже второе Упражнение Будет Постепенно Усложняться Ну это Все Ничего На пути Пулеметам И гранатометам Все Друзья На этом Заканчиваем Это было Первое упражнение По курсу Стрелять По МВД Из автомата Кому понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Пишите комментарии Вступайте в группу Вконтакте С вами был Волк И до следующих встреч Ну вот На стрельбище На нашем Всем пока